всем привет подключающимся привет привет немножко подождем как настроение близится выходные как у вас погодой добрый вечер да у нас в москве что-то непонятное творится не знаю наверное лето в этом году где-то застряла дождики хорошо что я большую часть лета провела не в москве вот уже думаю может быть в августе уже куда-нибудь уехать что-то если так погода будет то все-таки солнышко надо побольше зарядиться а у вас какая погода не стесняйтесь можно писать комментарии мордовия жара во вам хорошо у вас жара человек то существо такое что нам жарко плохо холодно тоже плохо морвегии жара стоит купались сегодня отлично у нас казахстане тоже жара ну наверное что-то в этом году москва накосячила да и у нас не очень жарко рада всех приветствовать кто присоединяется всем хорошего настроения мы тут немножко про погоду болтаем пока пару минут подождем всех кто присоединяется так хорошо ну ладно те кто хочет присоединиться те любом случае присоединяться мы с вами перейдем к тем вопросам которые вы прислали а их очень много добрый вечер добрый вечер рада всех видеть вопрос от настолько обширные что на некоторые я не знаю даже хватит ли времени чтобы все на все вопросы ответить добрый вечер девчули добрый вечер спасибо первый вопрос как работать над собой чтобы обрести уверенность себе я всегда отвечаю на это чтобы быть уверенной в себе нужно тотально верить верить себе верить все верить своим мыслям не анализировать не думать о том что про меня скажут как про меня скажут да и какие последствия будут из того что я сейчас хочу сделать добрый вечер соответственно это тотальная вера может быть только в одном случае когда мы кого-то любим да тому мы верим если мы любим себя то мы тотально верим в себя и мы уверены в любом своем действии как научиться любить себя девчонки ну честно сказать что нашего эфира его не хватит чтобы я вам рассказала как любить себя ведь большинстве своем вот у меня есть практик клуб наверняка уже знаете да это годовое обучение где девочки учатся любить себя где девочки учатся достигать цели добрый вечер всем кто присоединяется соответственно у нас обучение проходит год да можно ли сказать что за год можно все проработать и все сразу стать уверенной и сразу полюбить себя я могу сказать так что за год вы разгребете основные завалы да и узнаете как это делать так как любить себя не вот это вот внешне внешне проще просто любить купить себе украшения одеть красивую вещь сходить на спа и многие думают что это и есть проявление любви к себе поверьте мне любовь к себе это то что внутри тоже уверены в себе тоже то же спокойствие реагирование на людей когда у нас нет обид обижаемся почему потому что мы ждем чего-то от людей до ожидания как раз сегодня тема моего поста да про эгоизм до здоровый и больной я сейчас чуть позже раз объясню разницу для тех кто пропустит эфира все-таки кто-то будет кто пропустит эфир я еще и напишу пост на эту тему чтобы научиться уверенности в себе нужно что сделать разгрести завалы внутренние первоначально простить встать на место всех своих обидчиков я говорю обидчики в кавычках ведь обиды то вот здесь нет и человек не является обидой обидится мы сами себе позволяем да вот мы себе позволили обидится мы обиделись мы себе позволили сказать что вот там он такой плохой рассекой он меня обидел это же ведь только у нас да я уже рассказывала как-то однажды какое у меня было озарение когда ко мне девушка пришла на консультацию если знаете да что мой прошлый опыт до тренерства я 14 лет отдала бизнесу да то есть я жила своими целями да мне это нравилось я любила свою работу я была крупным генеральным директором в крупной компании в городе москва выстроила свою карьеру так как ну в принципе наверное не всякий мужчина может это сделать да я достигла всех высот которых я хотела достичь и когда только я начала свою тренерскую деятельность у меня пришла на консультацию девушка запросом о том что у нее не складываются отношения на в коллективе что ей не нравится что на нее кто-то смотрит что у нее все время что-то не так происходит что у нее не складываются отношения с руководством она за пять лет поменяла несколько мест работы и все время у нее виноват кто-то когда мы стали с ней глубин накопать мы раскопали первопричину что как она посчитала она была классная а ее уволили то есть она обиделась и по итогу эта девушка пришла к пониманию того что она просто придумала себе тогда что это было ожидание да она ожидала что ее будут хвалить что она классная а в ней не увидели профессионала исходя из этой призмы она стала смотреть на все свое руководство будущее в каких компаниях она работала через эту призму что значайство несправедливое и когда уже закончилась наша консультация на мне говорит а вы меня не помните я когда началась консультация у меня проскочила мысль где-то лицо знакомое где-то видела не знаю и оказалось эти этой начальницей которая уволила была я вы не поверите мой шок да и осознавал молодец что она пришла на эту консультацию к тому человеку который уволил когда-то да хотя она не осознавала что я в ее мыслях я была вот этим первоисточником этих проблем она этого не осознала не осознавала но смелости у нее хватило прийти ко мне на консультацию а когда после консультации я сутки наверное ходила думала об этом я пыталась вспомнить эту ситуацию я не вспомнила да то есть это настолько рядовая для меня была ситуация что уволили человека ну за значит за какие-то там несоответствия да соответственно для меня это обычная обыденная ситуация а для этого человека это была катастрофа которая за повлекла за собой пять лет ее мытарств по разным компаниям то есть это я к чему говорю что человек придумал себе обиду обиделся и с ней жил пять лет а я на это вообще никаким образом не среагировал для меня это была обычная ситуация то есть я говорю о том что мы сами себе придумываем обиды и таких залежей в нас их просто вот понимаете когда мы начинаем раскапывать и расчищать и что есть такое прощение это убрать это все забетонированное внутри себя чтобы посадить зерно вот этой любви к себе чтобы быть уверенной если вы хотите полюбить себя хотите быть уверены начинать надо снизу и простите письма прощения здесь не помогут это просто ну капля в море эти письма по сравнению с тем что девчонки у меня делают нас это прощение в клубе проходит от чтобы дай бог памяти посчитать 8 недель мы только занимаемся прощением прощением людей прощением себя вытаскиванием отехся разных ситуаций даются техники практики есть замечательный чат в котором девчонки друг другу помогают то есть я честно еще не видела ни разу людей которые самостоятельно могли пройти этот путь я не теоретик я практик я это делала самостоятельно, но как самостоятельно, то есть я делюсь своим путем, но это наработка моя с разных тренингов, с разных курсов, на которых я приходила с определенным запросом, я это прорабатывала, и я эти инструменты использую по сей день. Это я даю в своем клубе, то есть если вы хотите научиться уверенности в себе, достигать своих целей, welcome, 16 сентября у нас будет восьмой набор, соответственно, в практик-клуб. По теме эгоизма. Очень многие люди считают, что эгоизм – это очень плохая вещь, и что эгоизм – это просто вот от этого надо избавляться, это там прям что-то, что-то с чем-то. И мы все, начитавших разных авторов ведической литературы, пытаемся принимать всех, но поверьте мне, истинные виды никто из нас не знает, и каждый трактует это со своей интерпретацией. И принимать всех, и быть для всех хорошей, никогда такого не было и не будет. Вы не золотой червонец, чтобы всем нравится. Вам все равно кто-то будет не нравиться. Я на каком-то бесплатном мероприятии своем давала простую технику, да, она занимается четыре пункта. Первый пункт – это расскажите, кто вас, кто, в ком из людей вы видите хорошие качества, и какие качества из своего окружения, да, что вам нравится. Что вам нравится в себе – это второй пункт. Да, третий пункт – что вам не нравится в себе, какие качества вам не нравятся. И четвертый, я его называю откровенно, что вас бесит в людях. И когда я давала резюме, что все четыре пункта – это вы, все ужасались. Нет, как я могу быть алкоголиком или еще что-то. Мы это пытаемся упорно отрицать. Соответственно, эгоизм – это вообще двигатель нас по жизни. Наше эго, оно дает нам желание, дает нам перспективу. Мы двигаемся, мы развиваемся, мы научимся ходить, мы заканчиваем школу, идем в институт, устраиваемся на работу. То есть у нас везде нами движет эго. И если вам кто-то скажет, я делаю это только для тебя, даже если это делает мужчина для вас, да, я там тебе бриллиант дарю или там вот этот остров я тебе подарю для тебя, из-за тебя. Нет, девчонки, он это делает в первую очередь из-за себя, из-за своего эго. Он хочет, чтобы его женщина блистала, чтобы его женщина была яркая, чтобы его женщина была королева, имела этот остров и все остальное. Мы все делаем из своего желания. Нас никто не может обязать что-то сделать. Даже если нами манипулируют, ну мы соглашаемся и мы делаем из своего желания. Вот больное эго, это когда нами манипулируем. Первый вариант, да, больного эго их несколько, да, это когда нами манипулируют. Если ты не сделаешь, то я, да, знаете, вот эта вот фраза, это самая больная связка, если то, да, это первая причина манипуляции. Сразу говорю, этим, этой фразой манипулируют. Если ты это не сделаешь, то я обижусь, то я расплачусь, то я еще что-то сделаю. Да, там разные причины. Я тебя растила, вкладывала в тебя деньги, а ты такая, вот там маме не помогаешь. И кто-то проходит этот этап и перестает реагировать на эту манипуляцию, а кто-то и остается в этой манипуляции. И видишь, такие идут две бабулечки. Одна совсем бабулечка, вторая ведет эту бабулечку. Мама с дочкой, которая всю жизнь манипулировала дочкой, а дочка потакала этой манипуляцией. Почему больное эго? Когда человек рождается, нам нужны два основных, две составляющие. Это знать, что нас любят, чувство любви и чувство защищенности. Чувство любви, мы нас с детства приучали заслуживать это. Принеси пятерку, чтобы ты была хорошей, мама тебя будет любить. Сделай это, мама будет любить. И мы вот так вот всю жизнь кому-то что-то делали, чтобы нас полюбили. И когда нами манипулируют, мы не можем отказать, потому что мы хотим, чтобы нас любили. Чтобы нам говорили даже одно слово «спасибо, дочка», и у нас уже крылья распускаются за спиной, мы просто по-другому не умеем чувствовать эту любовь. Мы ее все время пытаемся заслужить. Это как раз таки вот больное эго, о котором я говорю. Нельзя идти, когда мы идем на эту манипуляцию, мы говорим я там всем, все на моей шее сидят, все на моей шее ездят. Это ваше больное эго. И его надо лечить. Вы хотите быть хорошей для них, поэтому вы все это делаете. Поэтому они сидят на вашей шее, еще вот так только не делают. Это же вы позволили. Ваше желание быть хорошей для них, быть вот это желание величия. Ведь любовь, когда мы получаем, мы становимся, у нас появляется состояние окрыления. Вспомните состояние любви. Когда вы любите, у вас сердце трепыхается, бабочки в животе, это вот первая влюбленность, крылья за спиной. Я все могу, я все сделаю. Это когда, знаете, нам там дает начальник какое-то задание. Мы что-то сделали, и нас не похвалили. Я хреново делаю. Давай я буду делать больше сами собой. Я, наверное, плохая. Вот этот комплекс отличницы. Это тоже больное эго, кстати. И эта отличница начинает делать больше, и начальник говорит, молодец, Анечка. Или там Машенька, ты классно сделала. У Анечки плечи, у Анечки крылья. Я молодец, я великая. Меня признали. Желание человека, признание. Это равно меня любят. И даже если нами манипулируют, мы говорим, что нами манипулируют, мы просто хотим для них быть значимыми. Вот это состояние жертвенности, что я хреновая, у меня жизнь хреновая, у меня всё хреново, но только, пожалуйста, вот как мне это исправить? И не исправляют. Вот ты говоришь, сделай, вот выйди, перестань. Всё равно не исправляют, потому что иссякнет вот это чувство, дайте мне любви. Дай я, чтобы я значимой себя почувствовала. Вот мы пришли к значению значимости. Здесь есть ещё другая эмостасия. Состояние эгоизма больного. Это нарциссизм. Когда человек возвеличивает себя, я вот такой вот весь рассекой, любите меня, хвалите меня, а там в душе может быть просто вообще вот такой вот маленький котёнок сидит, который боится всего. Но это будет внешность льва, который будет шагать по людям, это тоже больной эгоизм. Но везде всегда нами движут, что наши желания. Мы без своих желаний ничего сделать не можем. И никто нами не может манипулировать без нашего на это согласия. Если мы на это согласились, нами будут манипулировать, нами будут управлять, мы будем марионетками. Либо мы принимаем на себя ответственность и говорим, да пошли вы все лесом, свободны, ребята. Я вас тянула обоз, вышла и сказала, всем свободны, всем до свидания, каждый сам по себе. Конечно, этот обоз, который вы тянули, будет говорить, да ты что, ты все, кто попала. У тебя там что-то происходит, ты такая вот была классная, нам так хорошо было. Ну подумай, что ты сто там с лишним килограмм сейчас весишь. Зато ты добрая, хорошего человека должно быть много. А то, что ты этот лишний вес набрала только из-за того, что ты это заедаешь все? Или ты прячешь себя, потому что боишься проявить себя в своей жизни, потому что осудят, твои же за обозом сидят, в обозе сидят и управляют, а вы говорят, нет, нам и так хорошо, не надо ничего делать, ты же ведь классная. Соответственно, обоз этот будет вам говорить, что вы плохая стали, вы не любите, вы эгоистка, вы сектантка, кто угодно. Этот момент просто надо перетерпеть. Это будет, без этого никуда, а зато потом, когда вы начнете достигать своих результатов, успеха добьетесь, эти люди будут говорить, я же тебе говорила, я тебя всегда поддерживала, я всегда была уверена в тебе, что у тебя все получится. Ну, это просто человеческая психология. Я надеюсь, вы поняли, да, разницу между здоровым и больным эго. Нам нужно здоровое эго. Здоровое эго дает нам рост, дает нам цели, дает нам достижения, дает нам амбициозность. Без этого никуда, никуда не пройдешь без нашего здорового эго. Только наше здоровое эго, двигатель нашего прогресса, нашего процветания, нашего изобилия, получения тех же финансовых высот, отношений, все базируется на этом. Вот она, база. Какое бы там Тадж-Махал или, не знаю, Москва-Сити вы не поставили, если нет фундамента любви к себе, вы вечно будете в себе сомневаться. Вы вечно будете говорить, ай, блин, не знаю, что про меня подумают, страх успеха. Это вообще феерия. Люди боятся успеха. Ведь как, у меня там родители-то, они-то как жили. И этого мусора в нашей голове, ух, сколько. И это все, главное, что все лечится, как я говорю. Надеюсь, меня услышали, меня поняли про здоровое и больное эго. Если есть вопрос уточняющий, я отвечу. Здравствуйте всем, кто присоединяется. Пройдем к следующему вопросу. Как правильно просить у мужчины, с которым отношение подарок? По жизни я не очень-то в этом преуспела в плане просьб. Сегодня к месту сказала, что если хочешь сделать мне приятное, выдели мне деньги на косметику по уходу за лицом. Он посмотрел круглыми глазами, привык, что я у ничего не прошу. И промолчал. Думаю, как теперь дальше вернуться к этому разговору. Наверное, неправильно озвучила просьбу. Вы знаете, просьбы озвучивать, особенно мужчинам, нужно по одному простому правилу. Похвали, попроси и поблагодари. Мужчины, они, их инстинкты быть рыцарями, они не стерлись и не сотрутся никогда. Им нужна рядом нимфа, которую они будут охранять, оберегать, посвящать ей там свои турниры, мамонтов приносить, всё что угодно. Но эта принцесса, эта нимфа, она должна быть такой. То есть она должна его мотивировать к тому, чтобы он стал этим рыцарем. Если нимфа сидит и ничего не просит, ну, рыцарь, зачем париться, да? Тем более мужская психология и женская, они очень сильно отличаются, да? Мужчина шевелится только тогда, когда шевелится женщина. Если у женщины есть желание, есть цели, есть вот это состояние «вау, хочу жить», вот эта искорка. Я на одном из своих тренингов говорила, что я когда-то проводила эксперимент, и в моём круге очень много успешных мужчин, я спрашивала, да, что вам интересно получить от женщины, какие эмоции, какие чувства. Мужчины вот в один голос практически говорят об одном и том же, разными словами, но у вас суть одна – удивляла и радовала. Радовать – это похвалите мужчину. Скажите, ой, какой у меня прекрасный мужчина, там, но не просто так, это должно быть в тему, да? Там, а то, знаете, как стульчик подвинул, большое тебе спасибо, ты прям вообще там рыцарь рыцарей. За дело. Похвалите его. Я так, у меня такой прекрасный мужчина, который за мной ухаживает, заботится. Вы там, допустим, идёте на, не знаю, там, в ресторан, у вас встреча, свидание, да? Ты знаешь, вот у меня небольшая проблема. Я вот, посмотри, я понимаю, что ты в этом не разбираешься, в этой косметике, да? Вот я очень хочу сейчас там сделать, не знаю, вот я видела крем там такой классный, он подтягивает вот это, он тебе скажет, да у тебя там всё хорошо. Нет, я ж знаю, какая я тебе нравлюсь, да? То есть в эту связку вставлять его, что это делается для него, да? Я знаю, какая я тебе там нравлюсь. То есть вот я вот этот крем видела. Слушай, ты не мог бы мне этот, давай заедем, крем мне этот купим. Ты не говоришь напрямую купи, если бы до этого ни разу никогда у него этого не просили. Женщина, её пытливый ум в течение трёх минут может запутать мужика настолько, что он вообще не поймёт, о чём идёт речь, но он понял, что от него что-то хотят. И, соответственно, мужчина сразу скажет, так, окей, подожди, ты вот мне этими кремами своими голову запарил, вообще что ты хочешь? Да, я хочу крем новый купить. Он говорит, да ладно, давай я тебе дам денег, иди купи. Слушай, большое тебе спасибо, ты прям вообще рыцарь, ты меня спас. И я на следующей нашей встрече, ты увидишь разницу, вот прикинь, вот это вот всего лишь там вот такой вот коллаген или какой-нибудь пептид, назовите, он всё равно в этом нифига не понимает, да. Он так благотворно влияет. Ой, а ты мне вообще прям вообще спаситель мой. Как хорошо, что есть рыцари на свете, да. Я вообще, я такая защищённая рядом с тобой. Вот это называется ещё состояние включить дуру. Пост, про который я недавно писала, да. С мужчинами надо общаться и состояние включить дуру. Похвалили, попросили, поблагодарили. Он, когда мужчина на вас тратит деньги, у него раскачивается финансовый поток. Это тоже есть такое. Так, надеюсь, я ответила. Как забыть бывшего? Понимаю, что нам не быть вместе, что много раз сходились и опять расходились, ничего не получается, но при этом не могу его забыть. Постоянно думаю, но стоит его начать забывать, тут же появляется опять ласковый, пушистый, как ни в чём не бывало. Подскажите, как его забыть? Ну, почему он появляется? Вторая часть вопроса. Во-первых, он появляется, потому что, когда мужчина с женщиной коммуницируют через чакры, тоже есть связь. Знаете, это одноразовый секс, это первая чакра, да, и то нужно делать отрезание, да. Соответственно, когда у нас есть общие цели, то есть мы связаны через манипуру, да, у нас есть общие желания, общие цели, общие. Вы жили под одной крышей, значит, у вас это было. Это связано с сердечной чакрой, любовь, да, то есть идёт отдача любви. Вы говорите об этом человеке, вы думаете об этом человеке. И когда вы начинаете отрезать это от себя, переключая своё внимание, допустим, на что-то в своей жизни, человек перестаёт получать от вас энергию. То есть он перестаёт получать энергию, он к вам бежит. Это просто. Пройти энергетическое обрезание, да, я бы порекомендовала. Приветствую всех. То есть я бы порекомендовала пройти энергетическое обрезание. Я это делаю, я помогаю это делать. Но здесь ещё вам важно переключить своё вот это вот внимание, потому что мы очень много думаем об этом. Переключить на что-то, да, вот знаете, как колесо жизненного баланса. Каждая сфера у нас что-то занимает. Вот если у вас была там, допустим, сфера отношения, там пускай на пятёрку или на семёрку, и тут вы резко это обрезаете, и у вас появляется заяющая дыра. Соответственно, эту дыру мы начинаем чем-то заполнять. Вот чтобы её заполнить правильно, нужно найти какое-то увлечение для себя. То, что вы не делали раньше, да, найти какое-то увлечение, но не булочки с пирожками, да, как многие начинают там, или шопоголики, разные всякие психотропные, наркотические, алкоголь употреблять. Лучше вот это не делать. Это негативное заполнение. Это, как правило, все делают, потому что думают, что так легче станет. Не заполнится и легче не станет. Помимо того, что фигура изменится, цвет лица изменится, и здоровье подпортите. В общем, это не выход. То есть вот эту вот сферу, эту надо заполнить чем-то. Не знаю, если вы не танцевали, идите, танцуйте. Если вы не пели, не пойте, рисуйте, что угодно. Лишь бы это было что-то новое. Это действие в вашей жизни, которое вас вдохновляет, которое вам нравится. То есть тут, конечно, методом проб. Пробовать, пробовать, пробовать. Ну и, конечно, тема прощения и отпускания. Урок проходится тогда, когда мы не говорим, что вот, блин, сколько лет я там отдала, мы туда-сюда бегали, носились, и ничего толком не получилось. Урок не пройден. Здесь нет прощения. Для начала простить. Надо ли делать энергетическое обрезание с бывшими, если муж уже более 10... Если с мужем уже более 10 лет. Вообще, по всем энергетическим канонам, да, что энергия питается... Женщина питает мужчину 7 лет. Особенно сексуальная энергия. Но если вы после 10 лет все еще думаете о нем, то вот этим местом вы его еще кормите. И сердцем. Так что нужно, не нужно решать вам. Ко мне подошел мужчина и попросил купить у меня одну сигарету. Я ему ответила, что так угощу. Не отказалась ли я в этом случае от финансового потока? Не знаю, я... Как ответить, да. Вообще, в принципе, это вы отказались от денег, да. Но зачем я могу просто так тебе дать? Но если тебе дают, почему отказываться? Я, как я говорю, я готова продать вам все, что угодно, если мне это выгодно, да. Даже взять, снять с себя кольцо, если ты мне сейчас его хочешь купить, и ты мне за него даешь большие деньги. Даже если оно мне нравится. Я пойду куплю себе новое еще лучше. То есть здесь, если дают... Почему? Берите. Ребенок постоянно спрашивает, когда у него появится брат или сестра, сыну 5,5 лет. Но я не хочу второго ребенка, потому что не готова снова ходить по врачам, сидеть в декрете. Сыну 4 года пришлось просидеть дома. И сыну жалко. Он смотрит на других. У кого-то есть брат, сестра. Но на второго надо созреть, чтобы прям до слез хочу и все, как с сыном было. Где ошибка? Что не так думаю? Почему это чувство вины? Ну, во-первых, вы сами себе это чувство вины навесили. Если бы вы хотели ребенка, то поверьте мне, и, допустим, у вас не было ребенка. Тут надо разбираться, да, почему, где работают ваши страхи, допустим, ограничения вашей свободы или то, что вам придется, ваша нарисованная картинка, то, что вам придется бегать по врачам и сидеть там с ребенком долго-долго. Кто сказал, что будет так? Если вот мой пример, да, у меня первая беременность там прошла очень тяжело, да, там и бешеный вес я набрала, и восьмимесячным родился, и куча-куча всяких проблем. В первый год было много всего, да. Второй ребенок, я даже беременность свою до последнего дня была на работе. Опять же, помните, да, все, что мы думаем, все мы имеем, да. Женщина, запомните, обезьяна с гранатой. Обезьяна с гранатой. Наши мысли материализуются быстрее, чем у кого-либо. У нас с вами прямая связь, не знаю, как хотите, с Богом, с космосом, со Вселенной, с высшими силами, как угодно. Только женщина может рожать, да. В нас приходит эта маленькая душа, да. У нас есть этот поток общения с Богом. И наши мысли, наши слова, наши действия очень быстро материализуются, в отличие от мужчин. Почему говорят, что женщина проживает многое внутри себя, а мужчина экспансия действует во внешний мир? Потому что у нас разные приходы состояний, как я говорю. Так что не циклитесь на этом. С чувством вины нужно работать однозначно, себя не винить в этом. Просто вы приняли решение, что хочется, не хочется ребенка, да. А ребенок там просит, да. Опять же, почему ребенок просит? Ребенок всего лишь транслирует ваше зеркало, потому что у вас еще есть внутренние сомнения. Надо, не надо. А ребенок вам говорит, надо, мама, надо. Мама вроде как и хочет, но и в то же самое время говорит, блин, опять 4 года сидеть, опять больница, опять то, все. И начинает сама себя накручивать, обвинять, что да, вот это. И, блин, это я вот такая вот, я виновата, надо рожать, а я вот не хочу, потому что боюсь этого. Это ж вы себя сами обвиняете. Как я вначале говорила, больное эго и здоровое эго. Всего лишь. Так, дочери 22 года, она постоянно говорит, что сына его старшего брата люблю больше. Всегда говорит, твой любимый сын. Много разговаривали по этому поводу, но безрезультатно. Хотя я никогда ни в чем не отказываю. Эмоционально, материально. Как поступить или объяснить, что оба мне дороги? Вы знаете, у каждого человека есть свои уроки. Понятно, что мы своим детям хотим подстелить соломку, сделать все хорошо, объяснить все. Но если это ее урок, ей надо это само понять, вы это не в силах сделать. Тем более, если вы постоянно об этом говорили, и не было никаких ущемлений, я открою вам страшную тайну. Как бы мы не относились к детям, все равно будет состояние, что мы их недолюбили. Детский мозг устроен так, что он сам себе придумывает. Придумывает, а потом находит подтверждение, накручивается, накручивается клубочек, и вот она обидкой сидит. Меня не любят. У меня есть такой тренинг, называется «Код перемен». Вот в этом «Коде перемен», как правило, находится точка начала, находят, да, девочки. И, как правило, эту точку начала, это, ну, можно сказать, что это так детский мозг закрутил, завертел, придумал, да, а могла бы ведь и другая реакция, да, то есть детский мозг имеет свойство придумывать. Я не скажу вам, что, не посоветую, вернее, вам, что вам сделать. Я вам посоветую просто любить свою дочь. Она все равно к этому придет. Если она об этом говорит, значит, уже где-то есть внутреннее согласие к тому, что надо ей самой себя научиться любить. Когда мы предъявляем претензии своей маме, как правило, это нехватка энергии. А нехватка энергии – это значит нет любви. Все просто. Когда человек начинает себя любить, он понимает, что вы любили, вы делали все, что могли, даже больше. И нет вот этого состояния обиды, что недолюбили. Созрела в голове одна мысль, а вокруг мне все об этом говорят. Значит, это подсказки Вселенной, что надо поступить так или что-то у нас в голове, мы видим подтверждение этого в мире. То, что у нас в голове, то и в жизни. Я могу сейчас, по-моему, у меня слились два вопроса, я копировала себе. Но давайте я на часть эту отвечу, на первую. Если мы о чем-то думаем, мы начинаем видеть это подтверждение во внешнем мире. Я уже не один раз на трансляциях рассказывала о том, что наш мозг, он устроен так, что у нас есть неокортекс, так называемый ум, есть эмоциональный мозг и есть рептильный мозг, так называемое подсознание. Почему я слово подсознание стараюсь игнорировать? Потому что его настолько заездили, что люди, в принципе, не понимают его значения. Это что-то некое мистическое, мифическое воспринимается. Это просто часть нашего мозга. Вопрос можно любой задавать. И, соответственно, когда мы начинаем так, я хочу вот банальный простой пример, да, я сейчас занимаюсь поиском загородного дома, да, для своей семьи, для себя, ну, просто захотелось мне это, мы уже ездить смотреть начали. И откуда не пойми, на меня посыпалась реклама. В Инстаграме, ВКонтакте, в Яндексе, везде идут какие-то рекламные сайты коттеджных поселков. У меня мой ум, вот следим, да, ум неокортекс, на эмоциях я хочу, мне это нравится, я горю этим состоянием, то есть есть включенная эмоция. Идет прямая задача в рептильный мозг, в подсознание, да, что если кому-то проще воспринимать. То есть идет прямая задача туда. Оттуда идет сигнал, говорит, окей, сейчас все решим. Есть общая глобальная бессознательная, про которую наверняка все слышали, что мы все им связаны, да. То есть мой рептильный мозг подал команду, что мы хотим найти дом, да, нам нужна информация дома. Я могу же в магазине увидеть игрушки, где домики собираются. Это тоже моя рептилия привела, я вот тоже это увидела. То есть, соответственно, и мне начинается попадаться на глаза реклама. Возможно, она и была раньше, но я на нее не обращала внимания. А так как в моем уме есть задача дома, я это вижу. То есть наш мозг так устроен, да, наша рептилия как тормозит нас страхами, убеждениями, но так и помогает получить желаемое, да. Это можно считать и подсказками вселенной, это можно считать и вашими внутренними подсказками, да. То есть как хотите, как вам удобно считать. Эзотерики считают это подсказками вселенной, я вам объяснила это на уровне психологии. Так что все, все, все реально. Так. Раньше у меня была одна картинка, в основном страх чего-то. Это было в моей жизни каждый день. Сейчас я заметила, что реальность изменилась. Я заметила, что я о том не думаю, думаю о другом. Получается, мы своими мыслями управляем реальностью, да. Наши мысли управляют нашей реальностью. И суммы денег, да, везде одинаково работают, да. Мы, если даже мы думаем о том, что нам нужна определенная сумма, ну, помните, цели, конкретно деньги, они должны стоять целью. Деньги – это средства, да. То есть вы хотите купить, там, не знаю, машину, и вам на нее нужны деньги. Вы думаете о том, как мне заработать эти деньги. И вам начинается сыпаться информация, где взять, как заработать, откуда. Инвестировать или еще что-то. То есть точно так же работает, да. Да, вот как раз-таки девушка, которая задала вопрос, мы своими мыслями управляем реальностью. У нас, как я говорю, у Амар Хаяма, да, есть замечательные строчки, да. В окно смотрели двое. Один видел грязь, другой видел просто дочь, да. Каждый видит свое. На что наш ум настроен, если мы видим, что это... Ужас какой, да. Это, знаете, как притча есть такая, дословно не помню, но смысл такой. Оптимист и пессимист. Идут, вляпываются в собачьи какашки. Пессимист говорит, о, везде говно, одно говно. Оптимист говорит, о, козочка насрала. К деньгам, да. То есть у каждого свое, да. То есть можно... Хочешь купить мой тренинг в Абхазии? Вика, пиши мне в личку. Я расскажу, как это сделать. Да, мой ретрит в Абхазии начинается 26 числа сентября. Так что сейчас идет активно набор группы. Половина группы уже набрана. Максимальное количество участниц 10-12. У вас еще есть возможность на него попасть. Так, окей. Про управление реальностью вы поняли. Надеюсь, да. Придет, раз нужна. Есть запрос, значит придет. Стали попадаться варианты работы с более высоким уровнем дохода. А внутри страх перемен. Можно ли проработать этот страх и начать расти профессионально и финансово? Для начала вы не думайте, что есть страх перемен. Вы напишите себе вот самое банальное, знаете, упражнение, да, которое все везде рекомендуют. Самое простое, но самое действенное. Плюсы и минусы того, если вы смените свою работу, да. Не забудьте минусы конкретно написать, да. Если вам придется ездить на другой конец города, вам придется поменять гардероб. Эти минусы все надо учесть. Потому что если мы растем финансово, растет и наш уровень жизни. Нельзя в жизнь поменять, увеличить уровень дохода, если мы не меняем свои привычки. Это тоже обязательно укажите. То есть все ли увидели, есть плюсы, есть минусы. Вот с этими минусами вы можете решить вопрос? Купить новый гардероб, не знаю, ездить на такси, потому что ваш уровень дохода будет позволять вам это делать. Или вам компания даст на автомобиль, чтобы ездить. То есть все вопросы решаемы. Окей, что тогда бояться-то? Страх существует, когда он уже вот здесь. А когда ты его выставляешь, его уже нет. Если не видите минусов действовать. Знаете, как когда мы стоим, вот черта, да. Сделать шаг, да. Вот мы ножку подняли, да, вот такой образный человечек. Ножку подняли. Вот здесь еще страшно. А когда мы ее уже поставили, мы начинаем двигаться. Мы начинаем идти, и нам уже не страшно. И вселенная, она, знаете, будто во вселенские саночки сажает, да. И просто понесла. Вот тогда мы говорим, ой, какой страх, это страх был? Да я вас умоляю. Да, как эти говорят одесситы с одессским акцентом. То есть, соответственно, любой страх можно проработать. Можно. Не видите минусов, действуйте. Я думаю, что минусы есть в любом случае, которые вы осознанно на себе не позволяете. Допустим, почему не уходите со старой работы, если есть предложение новое? Значит, есть какая-то вторичная выгода. А вторичная выгода – это то, что вас там держит. Хороший коллектив, возможно. Возможно, работа в пяти минутах ходьбы от дома. Начальник лояльный, подарки хорошие делает. Там еще что-то. И вот этих вот плюсов, так называемых, это не плюсы, это вторичные выгоды, которые вас там держат. И вы это называете страхом недействия. То есть, вы боитесь действовать, потому что вот здесь вот типа у вас этот страх. У вас не страх, у вас есть выгоды. Когда мы понимаем, что это выгоды, в принципе, они иллюзорные, может быть лучше, только остается действовать. Страх сделали, и теперь одолевают. Шаг сделали, и теперь одолевают страхи. Но это называется саботаж. А не страхи, когда мы уже вступили на путь. Вот здесь мы говорим, как же я справлюсь. Тут надо всего столько знать. Тут надо это изучить. Надо то, надо пятое, надо десятое. Знаете, когда я стала гендиректором, и по мере моего роста росла компания, и, допустим, мне там проводить общее собрание компании, где перед тобой там, допустим, 200 или 300 человек сидит, тебе надо выступать. У меня был страх дикий выступления. Просто я, у меня кол в горле вставал. Я пошла на ораторские курсы. Да, я пошла на ораторские курсы, и я решала вопрос по мере его возникновения. Что тормозит? Какой саботаж? Чего? Столько надо изучить. Берите, изучайте. Растите. Кто вам мешает? В чем? Я временем буду ограничены. Не будете вы временем ограничены. Мы сами пожираем свое время. У нас куча соцсетей, разговоров ни о чем, болтологии или еще что-то. На все можно выделять в своей жизни время, а не тупо сидеть там, где мы находимся. Простите за сленг. Так. Как добавить больше легкости в отношения с мужем? Преодолели кризис, остались вместе, сохранили семью. Стала ловить себя на мысли, что начинаю от него постоянно ждать внимания, слов, ласки. А хочется не ждать унылого окошка и думать, вдруг вернутся проблемы. А просто обалдеть от этой жизни, как раньше, и не думать об этом, что было. Во-первых, простить. Потому что если мысли будет как раньше, вернется как раньше, есть обида. Вы головой-то простили, да, скажем так, а сердцем нет. Раз вы вместе остались на... сохранили семью, учитесь прощать, отпускать прощать. Полюбите себя, девочки, миленькие мои. Мы с вами, обезьяны с гранатами. Всё, что в нашей голове, всё в нашей реальности. У всех одно и то же. Что вы себе накручиваете в голове, что проблемы вернутся? Проблема создаётся, в первую очередь, в мыслях. А потом она происходит во внешнем мире. Только так, и не так, и никак иначе. Поймали себя на тараканах. Дайте своим тараканам, милки, Машенька, пускай сидят, рисуют, а вы кайфуйте от жизни. Но для этого надо простить. По-другому не дам никакой рекомендации. Вопрос, почему ретрит крайний? Эти ретриты я провожу два раза в год уже в течение трёх лет. На каждом ретрите у меня 8-10 девочек участвуют. Но сказать так, что мне энергетически это тяжеловато, в принципе, да, это, ну, те, кто был на ретритах, это видят, да. 7 дней практически, ну, не 24, но 18 часов в сутки я работаю, да. То есть это и в перерывах, и везде, то есть я работаю. Я после каждого ретрита, я там уезжаю, хотя я получаю от этого удовольствие, да, я там в перерыве могу. Девчонки идут купаться в море, благо у нас мы места всегда выбираем так, что вот море, через 10 метров вход у нас в дом, да, в коттедж. Что можно сделать сразу всё. И, соответственно, я не иду на море, я иду немножко помедитировать, прийти в себя. Это энергетически тяжеловато, 7 дней вести очень глубокие тренинги, потому что это не просто вот я сижу с вами разговариваю. Там даются тренинги такие, которые, которые, практики такие, которые я не дам вот вам в интернете, и вы не найдёте их в видеозаписях. Я должна контролировать каждого человека, то есть его эмоции, его всплески, где-то, может быть, его эмоционально к чему-то подтолкнуть. У меня девчонки прорабатывают страхи действий за полчаса техники, да. Выходят из зоны комфорта и говорят, вообще это я была, это я это сделала, это я. То есть, соответственно, для меня это энергетически тяжеловато. И, ну, всё-таки 3 года я его уже провожу, нужен некий апгрейд, да. Если на ретрите мы проходим первую чакру, да, там, жизнеобеспечения, прощения, отпускания, обид. Вторая чакра – сексуальность, женственность, отношения с мужчинами. Некие фишки для женщин дают, да, как общаться с мужчинами. И третья чакра – это наш социум, наши цели, достижения. Девчонки у меня уже уезжают вот с такими тетрадками, с целями, с планами, как что делать. И девочки, которые в клубе, вот видят, как девчонки сейчас делятся, что у них происходит в жизни и какие перевороты. То есть, это будет, это вот просто за 7 дней происходит. Я планирую разбить это на несколько тренингов. Да, то есть, отдельно тема прощения, тема работы с родом, отдельно тема работы с мужчинами, отдельно с целями. Скорее всего, это будет так. Но это я пока об этом так думаю. Как будет дальше, я не знаю. Может, у меня что-нибудь тут произойдет, я вообще 10-дневное сделаю, я не знаю. У меня спрашивают, почему я там не веду в миссии, в открытии талантов. Таланты девчонки сами открывают. У меня, девчонки, кто-то стихи начал писать, кто-то петь, кто-то танцевать, а кто-то бизнесы открывает. Да, у каждого свои таланты. Чтобы пойти в верхние чакры, я всегда говорю, нужно выстроить первые три. Чтобы понять свое предназначение своей души, куда двигаться, что делать, нужно выстроить платформу. Без этого нас будет постоянно перекидывать жизнь в обеспечении. У нас нет отношений, у нас нет денег, у нас еще чего-то нет. Это первая, вторая, третья чакра. Так, проработка обиды самая простая какая. Прямо надо мужу моему срочно. Хочу научить его бубнить обидами и губы пожимать. Вик, я сразу скажу так, что не причинять добра в первую очередь. Если твой муж захочет проработать тему обид, не вопрос, обращайтесь. Я с мужчинами работаю, но только в личных консультациях. У меня мужчины в учениках, как правило, имеют определенное, скажем так, социальное и финансовое состояние и не афишируют то, что они ходят к женщине-коучу. Но достигают классных результатов. Если нужно будет, если он сам захочет, повторюсь, сам захочет. Не потому, что ты ему скажешь, что тебе это надо. Это называется догнать, причинить добро. Знаешь, как вот человек идет, решает задачи, а ты ему, стой, 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 тебе вот надо вот это вот сделать, и у тебя все сейчас пойдет. У человека свои уроки, а ты ему сейчас так костыли даешь, и он пошел, он его пройдет с помощью тебя. Он уже не просил у тебя помощи. И следующий урок мой будет в два раза сильнее за то, что не сам прошел, а тебе в три за то, что ты влезла. Так что у каждого свои уроки. Не причиняем добра. Так, девчонки, у меня осталось еще несколько вопросов. Я боюсь, что я не успею. Остатки наших вопросов мы договорим с вами в субботу. Я предлагаю в субботу встретиться также в семь часов. Я просто последний вопрос на сегодняшний день, который есть, озвучу. Про нумерологию поподробнее расскажите. Я ввела по средам у себя в сторисе. Я отвечаю на вопросы, исходя из ваших нумерологических карт. То есть исходя из вашей даты рождения. Соответственно, я отвечаю на вопросы не по теме, родится ли у меня мальчик. Я не скажу, потому что я могу вам показать свой рабочий стол. У меня здесь нет ни хрустального шара, ни, там, перышка из хвоста попугая Папуановой Гвинеи. У меня нет слез единорога. Я не колдунья, я не ведьма. Хотя ведьма я люблю, это слово меня часто называют такой. Негодалка. Я не расскажу, родите вы мальчика или родите вы девочку. Я могу сказать, какие уроки вам мешают получить то, что вы хотите. И может быть, вам стоит снизить, допустим, какую-то идеализацию в своей жизни. То есть пройти свои уроки в жизни. Я кармический нумеролог. Я по вашей дате рождения могу рассказать о вас все, что я увижу. Как вы проявляетесь в жизни, ваши привычки, ваши отношения с людьми, ваши отношения с мужчинами. С женщинами, в коллективах. Как вам строить бизнес, строит ли вообще бизнес, ваше это или не ваше. Какие энергии у вас основные, какие нужно подтягивать. Вот это я расскажу. Но пальцем в небо поеду ли я, там, не знаю, через неделю в Турцию, я не скажу. Вот реально, не скажу. Пожалуйста, если задаете вопросы, я выделила на это свое время. Тоже, пожалуйста, уважайте его. Вопросы строго с 10 до 11. Мне несколько человек написали в директ сегодня, что я не ответила на вопросы, которые были присланы сегодня ночью. И не отвечу. Я ценю свое время. Я ценю свои границы. Я написала с 10 до 11. Не вопрос. Я принимаю все вопросы с 10 до 11. Напишите мне их 100, я на все 100 отвечу. Но одного человека один вопрос. Не надо мне присылать несколько. Такие тоже были. Соответственно, один вопрос, один ответ. Но время отправки с 10 до 11. После этого я начинаю в сторисе отвечать на ваши вопросы. Я живой человек. Я могу уделить время своему ребенку и не ответить на ваш вопрос максимально быстро. Но в течение нескольких часов я, как правило, отвечаю на все вопросы, которые присылаются. Любимые, еще раз повторюсь. Если хотите, давайте в субботу продолжим наше общение. Потому что у меня еще 5 вопросов висит. Я на них не ответила. Для тех, кто хочет вступить в мой секретный чат, ссылочка в вечных сторис называется «Процветание». Девчонки, последняя минута, чтобы сохранился эфир. Я всех вас обнимаю, всех люблю. Встретимся в субботу в 7 часов. Я еще в сторисе про это напишу. Всех люблю. Пока-пока.